Начнем, пожалуй, с самого главного – о безопасности наших детей. В этом году статистика по детской смертности резко подскочила вверх. Выпадали из окон, задыхались на пожарах и добровольно сводили счеты с жизнью. По данным Следственного комитета, за этот год в области погибли 50 детей и подростков. Причины смерти абсолютно разные. Так, наша область побила новый антирекорд по выпадению детей из окон. Жертвами оконной эпидемии стали 25 малышей. Трое из них погибли, 22 получили травмы различной степени тяжести. Девять несовершеннолетних погибли на пожарах, трое от отравления ядовитыми веществами. Проблемной темной остается подростковый суицид. В этом году пять человек добровольно ушли из жизни. Еще 13 спасли после попытки суицида. Сейчас за всеми наблюдают психологи. Еще одна беда в нашей области – заброшенные здания. В мае шестилетняя малышка погибла под завалами частной хозпостройки. Летом 12-летняя девочка забралась на крышу заброшенной сельской фермы. Шифер не выдержал и подросток рухнул вниз с 5-метровой высоты. К счастью, девочка осталась жива, хотя и получила множественные ушибы. Следственный комитет и региональные уполномоченные по правам ребенка проводили рейды по заброшенным объектам области. Выяснилось, что многие из них даже не огорожены. Местные власти немножко осознали эту проблему и составили хотя бы реестры объектов, которые относятся к опасным, в первую очередь для детей. Теперь задача все-таки отыскать всех собственников и отыскать средства для того, чтобы можно было минимизировать последствия от влияния таких объектов на окружающую среду. В жизни более 260 человек как детей, так и взрослых унесли дорожные аварии. За этот год в области произошло более 2,5 тысяч ДТП. Цифра меняется каждый день, но в целом соответствует показателям прошлого года, чего не скажешь о статистике мотоаварий. В этом году число ДТП со скутеристами и мотоциклистами увеличилось, и что печально именно по вине владельцев двухколесного транспорта. Байкеры разбивались о бетонные блоки посреди дороги. Пытались уйти от погони сотрудников ДПС и неправильно выбирали скорость и дистанцию. А вот дети, напротив, на дороге стали более ответственными. Количество травмированных детей в салонах автомобилей увеличилось, сократилось количество участников как пешеходов. То есть в большей степени виновность при ДТП с участием несовершеннолетних – это виновность взрослых. То есть дети переходят дорогу по правилам дорожного движения.